Национальный музей Китая расположен в центре Пекина. Его история начитывает 111 лет. Общая площадь застройки составляет почти 200 тысяч квадратных метров. Здесь хранится более 1 миллиона 430 тысяч экспонатов. Выставка Древней Китая является основной экспозицией Национального музея Китая. Она разделена на 8 частей по династиям правления, а именно В древние времена династии Ся-Шан и Западная Чжо, периоды Чун-Чю и Сражающихся Царств. Династии Чинг и Хан эпохи Буи-Чин, Южных и Северных династий. Династии Суи-И-Тан эпоха Пяти династий, периоды Лио-Сун-Хя-Чин-Юан, династии Минг и Чинг. Перед нами знаменитое бронзовое изделие Хо-Му-У-Дин. Оно было изготовлено во время правления династии Шан. Вес составляет более 832 килограммов. В древние времена Дин считался символом царствования. Эти коры корабереды сложающихся царствов были особыми музыкантными инструментами для древних правителей. В этом наборе 13 каркорчиков. Они расположены, начиная от самого большого до маленького. Изделия забылились уже за тысячи лет, но их звучание осталось превосходным, как было прежде. При династиях в Чинг-И-Хан были распространены экстраваганные погребарные принадлежности. Эти раскопные диракотовые воины и лошади являются важным наследием древней китайской военной культуры. Фигурки солдата и лошадей имеют реалистичные формы. Они имитируют реальное военное формирование того времени. Нефридовый сава – лучший сын в царской власти. Этот нефридовый саван для короля Чун Шаня Лю Сью. Его длина составляет 182 см. Он состоит из 1203 кусков нефрида и около 2567 граммов зорода. И обладает высокой художественной ценностью. Приходя сюда нельзя не полюбоваться танской цветной керамикой. Таннская цветная керамика – это разновидности низкотемпературной грозурованной керамики, побрятной во времена династии Тан. Грозуры в основном желтая, зеленая и берая. Изделия имеют различные формы и яркие цвета, демонстрирующие особенности общественной жизни того времени. На выставке, посвященной династиям Минг и Чинг, также есть лирка и культурная леликвия корона императрицы династии Минг Сио Тун. Высота короны составляет 48,5 см. А вес – 9320 граммов. На ней более 100 рубинов и 5000 жемчужин. Шедевры Наконец, давайте посмотрим на фарфор. Китайский фарфор в времене династии Цинь превосходен и украшение изысканы. В 2010 году китайская фарфоровая ваза, созданная в период правления императора Циануна, ушла с мордка за более чем 75,6 млн долларов. Экспонаты Национального музея Китая демонстрируют развитие политики, экономики, культуры, общественной жизни и китайско-иностранных обменов в разные исторические периоды древнего Китая. Здесь бережно хранятся воспоминания о прожитых годах, набонены бессмертным светом человеческой цивилизации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова